Всем добра и здравия, дорогие друзья! С вами Ктархон, это Крусейдер Кингс 2, пятая серия за Северную Русь. Продолжаем нашу кампанию. Эх, к сожалению, вождь уходит в подполье, и чтобы скрыться... Ладно, держись. Мы теперь не сможем против него что-то сделать. Кто-то собирается убить вас. Вот и здрасте. Кто-то на нас даже пособирается теперь заговор сделать. Угу. Скрыться можем, да? Либо же можем попросить нашего этого раскрывать заговоры. Просто если нас убьют, то это будет вообще печально. Ах, монумент предлагают построить. Ну давайте сделаем 20 монет, зато престиж получим. Да и просто бонусы. Давайте. Правда на это уйдет какое-то время, но что поделать. Зато в будущем престижек и сможем что-нибудь построить. Ага, идеями. 20 монет, да? Ну давайте. У нас в Совете теперь два сына сидят, и оба нас поддерживают очень хорошо. Что ж, пора-пора. Пора идти на Эстонию. Наконец-то меня поддерживают. За Нарву сходим. За них... Мда. Не очень страшная, знаешь ли, не очень страшная армия. Так, он поддерживает, поддерживает. И вассалы нас тоже в большинстве всем поддерживают. Поднимаем лишь одну армию. Есть генералы и выдвигаемся. Ну, достаточно много вассалов сразу же можем увидеть. Так что проблем не должно быть. И да, он не залетает. Сначала хотел залететь, но все-таки остановился. Так. Принимаем. Хорошо. Уйти от погони. Заговор остался нераскрытым. Хорошо. Так, здесь мы можем проиграть, конечно. Но нет, не проиграем. Победа. Репутация распространилась. Захватываем территорию. Придется еще и столицу брать. Вождь несет здесь запокушение на мою жизнь. Вот этот вот. Разоблачить его. Немедленно. Ага. Еще один заговор. Монумент завершен. 250 престижа плюсом. К нам идут. 430 уже. Ага. Охрана обнаружила. Да что, что будешь делать? Какой он удачный, а? Никак не умрет. Так. Предлагаем требование. Нарва наша. Так. Лишаете черты справедливой. Ай. И. Вы и Трифона вместе отпразднуете ваш общий вклад в медицину. Трифон получает знаменитый лекарь. Оу. Это хорошо. Это не плохие бонусы, знаете. В целом мы можем сейчас против этого вождя начать действовать. Он типа такой страшный и все такое. Давайте отправляем. Ну да. Нас скорее всего сейчас мало кто поддержит. Да, не все вассалы поддерживают. Но я не думаю, что это будет так критично. Ага. Поднимает по престижу, да, войска. Хорошо, хорошо. Я тоже могу. Где у нас там по престижу? А, можем даже... А воины фера, они не будут драться против него. Племенную армию берем. Вот, наши войска готовы. А теперь погнали. За нас, конечно же, сразу же куча вассалов. Не успеваем сюда влететь. Ага, на нас, смотри. Нападает. Так, пишем книгу. Сегодня писцы писали, что новый вариант моей книги. Внимательность в тексте убедит, что работа идет в правильное направление. Возможно, Радослав Аришекский мог бы тоже что-то посоветовать. В всяком случае, ему будет неприятно, если я проигнорирую его мнение. Это может ухудшить, как мне не будем. Ну, он у нас напал с минусом. И, как видите, достаточно неплохо получил по башке. Так, нагоняй, конечно же. Минус 15. Так. Упал. Отлично. Там теперь сынишка, да, правит. Скажешь, деньги жрутся один за одной, но что поделать. Так, нам надо, наверное, сделать уже пополам. И хотя бы одну вот эту вот армию увезти сюда, осаждаться. Чтобы это было быстрее. Все, стопроцентный вклад. Предлагаем мир. Так, мы его захватили. И теперь, по сути, можем просто его кинуть в подземелье. И все. Пускай он там умирает со временем. Ух ты, вот он, этот заговор. Вот эта вот девушка пытается убить нас. И его поддерживает наш братик. Не смеет отказать. Пусть дорогие боятся тебя. То есть, вот так вот, да. Наш брат, единокровный, согласен нас убить. Ты тоже, да. А, это жена нашего... То есть, жена нашего сына делает против нас заговор. Вот, здрасте. Так, получили еще территорию. Надо кому-нибудь ее... Хотя территория... Нет, она очень бедная. Отдадим ее кому-нибудь. Сейчас найдем. Юные ремни, держим порядка в собственных вещах и делах. Получает черту усердный. Ну, надеемся на это. Тот, и до сих пор пытается нас убить, а мы так и не знаем кто, к сожалению. Да, вот она. Милая и прекрасная жизнь, когда не знаешь, кто тебя пытается убить. Ага, вождь спену сболтнул в таверне о моем заговоре с целью убить человека. Мы теперь опять известны убийцами. Ну и ладно. Любовница не вызывает ко мне тех же чувств. Да-да, я ее вообще женил на другой. Я могу с ней вообще порвать. Все, рвемся с ней. Она нам никто теперь. И да, мы это сделали. Мы убили его. Мы теперь жестокие. Ух, садисты. Но и Жора теперь наша. Нам предлагают делать помолвку с этой девушкой, но она смышленая, хилая, усердная и коварная. Вот. В кого ты выросла, а? В кого ты выросла? Ну, с кем мы тогда с тобой получим, да, отношения? А то у нас Великая Польша. А у тебя есть какие-нибудь... Нет, мы даже претендовать ни на что не будем. А нет, есть претензия слабая. Если ты умрешь, у тебя наследник молоденький, да? Можно, конечно, сыграть, но вряд ли это что-то... Сын заболел, заболел. Давайте лекаря к нему придворного. И на меня запала... Матильда? Ну-ну-ну-ну-ну. Она у нас больна. Она прокаженная в депресс... Не-не-не, не мой тип однозначно. Совершенно. Так, наш сынишка. Искусный махинатор. Такой себе вырос. Так, сочувствующий христианству и любопытный. Хорошо. И процветание. Так, он женился. Его бы, конечно, куда-нибудь сослать так удобненько, да? Но некуда. Ух ты, какая бедная наша Прасковита. Она сочувствует язвичеству. Она приняла христианство. Это наша дочка, кстати. Но она заболела дизентерией, трусливой, прикованной к постели. Вот разрослось наш дом, называете, да? Разросся. И сразу же отъехал. Хотя у них есть сынишка. Принт сербский. Неплохо, неплохо. Живых 15, да, членов семьи? А, Уду. Кто такая? Ага. У нашей дочки тоже есть сын. Ух ты. Неплохо. Династия постепенно растет. Наш братец, скажем так, совсем к нам плохо относится. Он еще и пытается убить Всеслава Славянского. Можем против него... Да. Отлично. Своего же брата заключили, а? Как так можно, да? Ну, что поделать. Такова судьба. Давайте его в тюрьме. А он выкуп может потребовать? А у него 145 монет нету. Иначе бы заплатил. У него всего их на всего 10. Ай, жалко, жалко. Замучить его поэзией. Или бросить в подземелье. Давайте в подземелье бросим. Нашего правителя теперь зовут Мудрым. Вместо Славянского. Призыв к оружию. Наш вассал с кем-то воюет. С кем ты воюешь? Ну, хорошо. Воюй. Я особо сюда внедряться не хочу и биться, но ты воюй. Триумф православия. Сообщает о том, что новый ребенок, это наша дочь, и ей надо что-то выбирать. Страдает от боли в груди. Ой. Ну, что ж ты такая? Давай духовное образование тебе. Её бы надо за кого-нибудь выдать быстренько. Так, решаемся. А, нет, наоборот. Депрессия опять, но военный плюс один. Белый медведь ускользает от меня. Мы тут обучаем одну чичаму, на которой не наша культура вообще. Она финское язычество, да и культура не наша, не эльменская, а мордовская. Но она примет её. Хорошо. И сразу же минус 15, а не 24. Я не могу прекратить думать обо всех этих заключенных в моей темнице. Они полностью в моей власти. Так просто причинить им нестерпимую боль. Должно быть приятно слышать их крики, видеть ужас в их глазах. Сопротивляться, либо же стража смажьте колодки. Сопротивляться. Благочестие плюс 10. И чичама буквально засыпала меня вопросами о том, кто такой Перун. Что такое славянское язычество и для чего существуют те или иные ритуалы. Да, принимает язычество. У нас тут местная война. Ой, началось. Ну ладно. И у нас с Эстонией скоро подойдет перемирие. К концу можем напасть. И отобрать себе наконец-то до конца все эстонские земли. Ваша милость, трудно не заметить, что некоторые по ваших полковатьям мало что понимают. Военные тактики. Я предлагаю вам свои услуги. Могут научить у меня искусственным стратегическим маневрам на поле боя. Ага. Хорошо. Командира, командира, командира. Хорошие бонусы. Ха-ха. Ха. Теперь он требует... Он воеводой стал. А, ну 22. Да, конечно. Без проблем. Я бы даже не против был тебе и так поставить. У нас есть справедливое наказание для жены? Окей. В темницу, женушку мою. В темницу. Заручились поддержкой сына и теперь мы готовы напасть на Эстонию. Нас поддерживает совет. За него опять же тут самая страна вступается. Фигня. Так. Возможно вступается. Здесь вассалы почти все. Ну и мы в армию только в одном регионе возьмем. Хватит нам этой тысячи. Вполне себе за глаза. И, наконец-таки, религия сменилась в этом регионе. Так, узор... Оу! Как классно! У нас новые территории. Наши вассалы завоевали то, что не давали завоевать мне. Так. Бог грома защитит нас, да? Защитил. Походу никаких раненых черт мы не получили. Наши вассалы разобрались. И полная победа. Предлагая мир. Забрали полностью себе эту территорию. Ух, спустя столько времени мы, наконец-то, унаследовали Смоленск. Вот он. Территорию спустя очень-очень долгое время. И Смоленск, по сути, под контролем вот этого находится, да? А он является сюзереном нашего... Ммм. Ну, окей, окей, окей. Пускай. Придворный лев. Охотник. Минус 42, правда, отношения. Из-за известного убийца, завистливого и все остальное. У вас есть слабая претензия на шейхство, устюрт. Да. Конечно, это классно, но... Но, как минимум, эта война будет просто... Смертельной с такой армией. Но зато нас поддерживают. Почему бы и нет? Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вы поддержите это видео своими лайками. Тем самым покажете мне, что вам интересно это прохождение. И мне стоит его выпускать почаще. Также подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте, на канал в Дискорде. Все ссылки есть в описании. Ну и до скорых встреч. Пока-пока.